Здравствуйте! С вами Марина Романюк, ведущая программы «День города». Вместе с моими коллегами расскажу о главных событиях среды. Смотрите в выпуске. 10 автомобилей, 6 квартир и другие подарки. Подведены итоги викторины «Семья России». Дороги, здравоохранение, ЖКХ. Темы на правительстве без сюрпризов. Завершилась викторина «Семья России», в которой участвовало больше сотни тысяч рязанцев. Организатор торгово-промышленная палата Рязанской области. Помимо розыгрыша призов, проект нацелен собрать мнение рязанцев о мерах поддержки семей в регионе. Не случайно она проводится в госсемьи, инициированной президентом страны. Так что викторина стала самым обсуждаемым событием в регионе. Александр выгодит квартиру в готовом доме. Зеленый 29, это 14 этаж. Квартира полностью с готовым ремонтом. Везде обои, везде ламинат, то есть санузел готов. Везде плитка, установлена вся сантехника. Ключи сразу после регистрации. Отлично. Александр таксист, у него двое детей. До этого, говорит, покупал только лотерейные билеты. Да и там особо не везло. А вот перед выборами детям в школе рассказали о викторине. Попросили, чтобы родители зарегистрировались. И, говорит, решил попробовать. Вечером пришло смс. Ну, просто подарок написан был, смс. Ну, как бы, даже не думал. Ничего, как бы. На свяжение позвонили. А вы знаете, что вы выиграли квартиру? Я говорю, да не может быть. Вы, говорит, зайдите, говорит, на сайт. Ну, они говорят, не, правда, говорит, выиграли. Я зашел потом после звонка в личный кабинет. И, правда, там было написано, квартира в городе Рязани. На предложение купить еще один лотерейный билет, может, на волне удачи получится еще что-то выиграть, Александр ответил просто. Нет. Такое бывает только раз в жизни. Мы продолжаем, друзья. И на кону сейчас самый главный приз сегодняшнего дня. Это квартира в Рязани. В новостройке уже полностью вся с отделкой. И хоть сейчас заходи, как говорится, и живи в ней. Поэтому сейчас, я даже сам волнуюсь, друзья, мы с вами станем свидетелями еще одного чуда. Не побоюсь этого слова. Победителем стала Элеонора Макарова. Девушка говорит, что участвовать в викторине ее побудила подруга. А вот муж участвовать не согласился. Подумал, что неправда все это. Собственно, после первого розыгрыша не поверила и сама Элеонора. Мне позвонили. Я не поверила. Я решила, что это либо розыгрыш, либо мошенники. Говорю, нет, мне ничего неудобно, я никуда не поеду, ничего не знаю. Они говорят, ну, вы подумайте, мы где-то через полчаса вам перезвоним. Я захожу на страницу, где регистрировалась, где был мой QR-код, и там написано, что действительно вы выиграли квартиру. Мне пришло смс, что я выиграла квартиру. Мы такие в шоке. Что делать? Надо звонить, соглашаться. До этого Элеонора в лотерею почти не играла. Так, говорит, изредка покупала билеты. А пару раз выигрывала по репостам. Теперь вот сорвала крупный выигрыш. Элеонора, от лица строительной компании поздравляю вас с выигрышем. Спасибо. Ирина тоже одна из первых победителей. Говорит, до этого вообще нигде не играла. Свой QR-код зарегистрировала в первый же день выборов. И в тот же день узнала о выигрыше. Очень неожиданно, даже и не думала. Честно, если что, какие-то вообще подарки можно так выиграть. Легко и просто. Всего лишь пройти, проголосовать. Проект «Семья России» не просто викторина. Перед регистрацией рязанцы ответили на четыре простых вопроса, которые станут основой для улучшения мер поддержки семей в регионе. Мне кажется, очень интересный и правильный опыт. И с одной стороны, мы действительно получили огромное количество важной информации, которая вот в рамках года «Семьи» будет учитываться при формировании социальной политики. А с другой стороны, мне кажется, это и жителям принесло много радости. Я вот не раз слышал даже в коридорах где-то на встречах обсуждение, кто у кого чего выиграл. И в целом создавал такую атмосферу праздника. И хочу сказать, что, по крайней мере, те победители, про которых я знаю, все такие очень достойные и интересные люди. Десять автомобилей, шесть квартир и больше 150 тысяч других подарков. Все это выиграли жители Рязани, Сасова, Александра Невского, Касимовского, Пронского, Шиловского, Рязанского и Ряжского районов. Развитие торгового городка продолжается планомерно. Сегодня в павильоне «Легкая промышленность» открылась экспозиция Музея истории молодежного движения. Павел Малков ознакомился с прошлым, настоящим, будущим. Первая в регионе цифровая выставка, где основной единицей музейного хранения является оцифрованная хроника. Экспозиция «Прошлое. Настоящее будущее» посвящена Рязанской области в ретроспективе ее развития. Прошлое представлено архивными материалами периода 1946-1960 годов, расцвета региона послевоенного периода. «Настоящее с современными хрониками, будущее – творческими прогнозами, созданными с применением нейросетей». Павел Малков с интересом осмотрел тематические блоки и прокомментировал экспозицию. Я вижу, что действительно интересные мысли, совершенно необычная подача информации. С другой стороны, вот тоже не раз я говорил, что бы мы ни сделали, всегда надо на этом не останавливаться и продолжать развиваться. Композиция очень интересная, очень интересные материалы. И я считаю, что каждый найдет что-то любопытное для себя. Ну и плюс вот такая необычная манера подачи информации. Думаю, что она действительно что-то такое совершенно новое для Рязани, для Рязанской области. Выставка будет работать в павильоне «Легкая промышленность». Посетить ее можно по Пушкинской карте. Тем временем преображение торгового городка продолжается непрерывно. Первая задача – это восстановить его в тех границах, в которых он был раньше, и наполнить каждый павильон какой-то идеей, каким-то смыслом. В ближайшем будущем будут открываться кафе, ресторанчики, новые музеи, откроется дом чая и музей кофе, откроется библиотека «Горьковская филиал». Уже есть задумки о расширении границ торгового городка и строительстве новых павильонов. При этом пространство должно органично вписываться в большой туристический пешеходный маршрут. Планы грандиозные, многолетние. А к концу 2024-го закончится полная реконструкция торгового городка в тех его границах, которые были 70 лет назад. На прошлой неделе поступило около 3,5 тысяч обращений. На первое место вышла тема здравоохранения, второе – дороги, третье место – сфера ЖКХ. Об этом рассказали на правительстве. Как раз тема обращений стала главной на заседании. Про неудовлетворительное состояние автодорог стали писать чаще, отметил губернатор Рязанской области Павел Молков. Притом как городских, так и региональных. Чиновники отметили, что работы на областных дорогах начали еще в декабре прошлого года. Из-за погодных условий работы выполняют с применением литой смеси и холодного асфальта. В первую очередь ремонтируют аварийные ямы и выбоины. Суммарно работы выполнены на участке почти 4,5 тысячи квадратных метров. После разговора о региональных дорогах перешли к городским. С начала года работы по заделке выбоин выполнены на 134 участках уличной дорожной сети. Общая площадь ремонта составила 2748 квадратных метров. Работы по ямочным ремонту выполняются силами дирекции благоустройства города. В основном в ночное время, чтобы не создавать помехи на дорогах. Для заделки выбоина используется литая асфальтобетонная смесь. При наступлении благоприятных погодных условий и устойчивых плюсовых температур приступим к заделке выбоин горячим асфальтобетоном. Кроме этого, на этот год запланирован капитальный ремонт 16 участков дорог. Если ход работ с дорогами понятен, то под вопросом дворовой территории. Будут ли ремонтировать их? Такие сообщения тоже появляются в социальных сетях. Павел Малков поднял тему на правительстве. Ремонт дворовых территорий проводим по муниципальной программе формирования современной городской среды. В прошлом и позапрошлом годах отремонтировали более 120 дворов. Предварительный перечень адресов на этот год сформирован. В случае объявления конкурсного отбора готовый оперативно подать все необходимые документы в Министерство ТЭК и ЖКХ. Вопрос и правда злободневный, отметил губернатор. И добавил, что в этом году будет предлагать выделить дополнительно 100 миллионов рублей на ремонт дворов. Поговорили и про благоустройство контейнерных площадок. В одном из обращений жаловались, что контейнеры установили год назад, а они уже разваливаются. И хоть жалобы обратились жители Спасского района, Павел Малков попросил провести комплексную работу. В прошлом году составляли реестр контейнерных площадок. Надеюсь, что в том числе осмотрели их состояние. Поэтому я попрошу провести анализ, понять, сколько вообще в первую очередь нам надо обновить площадок. Предложить все-таки типовой проект по созданию площадки для того, чтобы они не разрушались уже через год, через два эксплуатации. Пусть они будут дороже, но зато будут долго, надежно служить. Исходя из такой уже понятной целевой задачи, давайте планировать средства на ближайшие три года, чтобы не точно закрывать вопросы в авральном режиме, а действовать системно. С января следующего года устанавливается обязанность регистрировать домашних питомцев в государственных ветеринарных учреждениях. Соответствующий проект постановления утвержден. Причем речь в нем идет не только о регистрации, но и о содержании и выгуле. Регистрация будет бесплатна. Правила уступают с 1 сентября 2024 года, поэтому за полгода мы планируем провести широкую изъяснительную кампанию среди населения о тех правилах, которые мы сегодня рассматриваем. Павел Малков отметил, что тема эта актуальная, так что следует предусмотреть понятный и удобный для граждан механизм регистрации домашних животных. Без лишней бюрократии. Павел Малков поручил Управлению ветеринарии и Министерству экономического развития проработать этот вопрос. Выставка продажи икра и рыбы Камчатская у торгового центра «Круиз» – партнер программы «День города». Работа продлится до 23 марта включительно. Для православных христиан эта неделя особая. С понедельника начался Великий пост. В этом году он длится с 18 марта по 4 мая и закончится Пасхой, которая выпала на 5 мая. О том, какие продукты можно включить в меню, от чего стоит отказаться, а также какие ограничения есть помимо питания – расскажем в сюжете далее. В Великому посту в христианстве традиционно предшествует Прощенное воскресенье. В последний день Месопустной недели, известной в народе как Масленица, верующие просят друг у друга прощения и готовятся к последующему испытанию духа и тела. Мы входим в Великий пост и спрашиваем друг у друга прощения для того, чтобы очистить наше сердце от обид, от злобы, от раздражения по отношению к людям. Это очень важно, потому что в течение Великого поста мы должны все внимание сосредоточить на нашей душе, на том, что происходит в ней. Не смотреть на других людей, не сравнивать себя с другими. Великий пост – память о 40-дневном искушении Иисуса Христа в пустыне. По подобию 40 дней длится и пост. В списке запрещенных во время поста продуктов – мясо, мясные полуфабрикаты и колбасы, молочные и кисломолочные продукты, включая сыр и масло. Под запретом также яйца, сдобы и кондитерские изделия. Духовники рассказывают, что этот период – самый сложный из четырех христианских постов. И напоминают, для мирян гораздо важнее во время поста вовсе не ограничение в еде, а молитва и покаяние. Вступая в поприще Великого поста, вспомним напутствие пророческое. Доброходно дающего любит Бог и в радости посвящай Богу десятину. Великий пост – это та самая десятина года, которую нам нужно отдать не самоугождению, не решению своих житейских вопросов и задач, а исправлению пред Господом, при уготовлении к Пасхе Христовой, чтобы оказаться ее достойным. Будем же стремиться, дорогие братья и сестры, посвятить это время в сорок святых великих дней самому главному, для чего мы пришли в этот мир, испытанию наших сил, борьбе с грехом, который ожидает от нас Господь. Каждая неделя Великого поста имеет свое название и символическое значение. Так, например, Первая седмица называется торжеством православия. Она посвящена всем умершим последователям православной веры, а также тем, кто продолжает их дело сегодня и следует канонам религии. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Круиз» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Очередь к прилавку торговых рядов с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Особый метод транспортировки позволяет довести до нашего города рыбу свежей. Бутерброд со вкусной, свежей и полезной рыбой будет украшением любого стола. Кстати, можно морепродукты и в пост, который начался на этой неделе. Какую рыбку купили? Ничего и чего. Вы теперь брать здесь покупаете или же брали? Нет, мы такую рыбку первый раз. Был далеко от дома, а сейчас поближе. Решили попробовать. Как вам рыбка? Как вы вообще любите такие морепродукты? Все. Все? Да. На этой нет. На этой нет. На вообще покупаем. А что вы планируете? Ну да, сейчас мы тут прогуляемся. Я думаю, еще вернемся. Чивыча, палтус, белорыбеца, тунец. 35 видов. Рыба горячего и холодного копчения и слабо соленый. Также в ассортименте мобильной ярмарки красная икра натурального посола. На бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра Круиз. До 23 марта включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. На этом все новости уходящего дня. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось. Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 18 по 23 марта у входа в ТЦ Куиз. Редактор субтитров А.Семкин